Зверства, каких мир еще не видел. Сотни разрушенных домов, замученных и убитых, ни в чем не винных украинских граждан. Выстрел в него в голову и из рот, ну, заготовок. Его на метр закопали, мы еще не растыскали собаки. Россия повергла в шок весь мир своими военными преступлениями, которые совершает в Украине. Россия – агрессор, и в этом нет сомнений. Россия продолжает это нападение ценой больших человеческих потерь. Мы видим многочисленные военные преступления, которые делает Россия. Какие наказания ждут российского тирана Путина и всю его преступную команду? Понесут ли они ответственность за все то, что наделали в Украине? Давайте разбираться. Уважаемые коллеги. С конца февраля 2022 года Путин в очередной раз показал всему миру свое истинное лицо. Это сумасшедший диктатор, который не имеет каких-либо ценностей и человечности. Речь идет о глобальном ядерном террористе. Человеке, даже существе, который преступил человеческое и спровоцировал применение химического и другого оружия в 21 веке. Реанимировал нацизм, практики нацизма, и их используют в войне против Украины. Преступления Путина, они стоят выше, чем преступления головорезов в Руанде или в сербов или других участников резни в Ягославии. Начав войну против Украины, Путин как будто сорвался цепи. Показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Для него и его армии не существует каких-либо правил или ограничений. Он нарушает все. Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения. Уничтожение мирных граждан, целенаправленное, систематическое. Использование мирных граждан как живого щита. Осуществление мер и действий, направленных на создание искусственного голода, блокады населенных пунктов. Пытки. Все это дело зафиксировано и, соответственно, может ложиться в основу обвинения Путина в геноциде, преступлении противочеловечности, военной войне России против Украины. Не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны. Да, ну ты что? Международный уголовный суд, или простыми словами Гаагский, признал, что на территории Украины происходит военное преступление. Следователи уже приступили к изучению и сбору доказательств. Украина – это место преступления. Мы здесь потому, что есть разумные основания полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны пробить туман войны, чтобы добраться до правды. В ближайшее время в Украину должно приехать рекордное количество следователей Международного уголовного суда. Это судмедэксперты и аналитики. Если мы говорим о том, за что должен отвечать Путин и его приспешники, то это есть на самом деле три категории преступлений, которые подследственны Международному уголовному суду, так называемому Гаагскому трибуналу. Это преступления против человечности, это военные преступления и это геноцид. Но привлечь к ответственности и наказать всех по заслугам в Международном уголовном суде не могут. Несмотря на то, что Россия когда-то ратифицировала римский статут, в 2016 году она ограничила юрисдикцию относительно себя. То есть она фактически отказалась от выполнения условий римского статута. И теперь Международный уголовный суд, говоря простыми словами, не имеет юрисдикции относительно России и ее граждан. Наиболее вероятным механизмом привлечения военно-политического руководства и других военных преступников Российской Федерации к уголовной ответственности является специальный военный трибунал. Этот специальный трибунал должен быть создан, еще создан, он еще не существует. Как правило, он создается по нескольким механизмам. Либо это многостороннее соглашение нескольких государств, либо это гибридный суд, который создается Украиной и ООН на основании резолюции Генеральной Ассамблеи, либо это гибридный суд по соглашению между Украиной и ЕС. Вопрос о создании специального военного трибунала находится в процессе обсуждения и согласования. Но европейское и все мировое сообщество постепенно приходит к пониманию, что его создание просто необходимо. Просматриваются сейчас разные варианты. И нужно сказать, что 26 апреля парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, по которой предлагает срочно создать специальный международный трибунал. А также резолюция содержит обращение в Международный суд ООН, в котором просится, чтобы этот суд предоставил консультационное заключение об ограничении применения права вето всех постоянных членов Совета Безопасности ООН. То есть для того, чтобы Россия, которая является постоянным членом Радбеза ООН, не могла блокировать какие-то решения. Ответственность за военные преступления должны понести все виновные. Кстати, в начале мая уже начался первый суд над российским преступником. Российская Федерация, проживаю тебе в Московской области. Это Вадим Шишумарин, командир отделения 4-й танковой контемировской дивизии, который обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Сейчас данный преступник, данный подсудимый, его дело рассматривается Соломенским районным судом города Киева. Ему выдвинуто обвинение в том, что он 28 июля на Сумщине разом с группой других военных Российской Федерации во время движения колонны расстрелял мирного, 62-летнего мирного жителя. То есть Владимир Путин и другие представители политического и военного руководства Российской Федерации рано или поздно обязательно появятся на скамье подсудимых. Это вопрос времени и создания того самого международного трибунала. По сути, осуждение – это должно быть расчеловечивание самой личности Путина, вычеркивание из числа людей, как человека, преступивших человеческого. И наказание должно быть максимально жестким в отношении его как персоны и всех тех исполнителей из его клики, которые имели непосредственно соучастие в начале войны против Украины. Все они должны иметь максимальные сроки заключения. Все они должны быть осуждены, без права на правила.